по поводу моего сына ты же помнишь что ты должен преобразить сначала меня мой дом потом мы будем преображать украину короче ну там то что у меня с дома там попадало все по мелочам это понятно ну как по мелочам картина такая хорошая очень классно ну мобилка там понятно да что она как сдается регулярно но уже полушин купаться не будет что там еще ну права у него нет проще когда я уезжал за чеком на отдых на четыре дняшние волосы и мы сказали мне что-то пропадет дома сразу вызываю тебе два заявления одно ли ты преображение едешь или в тюрьму есть ну как бы вы меня же научили баня рассказала как с ним по моему так получилось ему мама положила два заявления одно преображение одно ментов я ему так сказал мне папа в свои денежки на 100 кормежку оставил деньги нормально страны я не видел у меня на чердаке может такой трехэтажный видео на доме сегодня вчера я могу очень как бы мало там дозировано 20 гривен дал все ты не вообще дал 10 вот я вот вам тебе рассказывал да все взял эти 20 гривен и куда-то а еще ему надо было 5 это конечно смешные цифры потому что раньше я не давал 100 200 300 500 100 200 300 500 так и что-то мне захотелось залезть на чердак у меня на чердаке все мои книги лежат там собираю начиная нам с армии начиная с армии и и что дальше короче яшему деньги не не дам уже колесо снял от машины и уже куда-то колесо покатил ну и слава богу что он хоть никого не ударит так значит не на час не ездит он аккумулятор продал но ему классно было чем машину тебя держу у меня снимает понимаешь так что следующее следующее значит я поднимаю сейчас наверх и смотрю на нет библия осталось что ли да это классно это знак судьбы просто осталось библия как объявить не хапнул видать переглядывал не просто все все хапан библия осталось ну вот и он раньше издавал так смыкал чуть-чуть то я смотрю машине коробка и радует еще куда везешь то я там почитать я решу почитать коробкой короче мои действия я почему мы решили подходим к финальному завершению я сказал ему вот сейчас 15 чего такой возбужденный 15 минут назад она сказала андрей я тебя с дома выгоняю я тебя предупреждал я тебя с дома выгоняю чтобы домой ты больше не приходил вы же мне говорите вот такая схема если ты придешь домой я вызываю ментов и тебя покоют по честному но для подстраховки мне теперь нужен брат любой но именно брат сейчас уже не сестра брат который дашь на уверенность в моих действиях это как раз вот то что вы должны как предназначение ваша понимаешь вот спасаешь непосредственно мою семью я два года назад я не мог найти при таком огромном количестве знакомых найти человека который мне ну один не об этом там не приехал и все слава мне ищик больше меня как бы не вызывать охранные фирмы говорят я че у меня бойни уже до музыка у меня не было бойным дома сейчас просто крысятничество пошло но сейчас понятно что если я ему сказал это то естественно он колесо же сейчас упер то он придет домой обдобленный и мне нужно чтобы у меня там же жена что же свои какие-то у нее виды на это по поводу вызова милиции а я предупреждал мы подошли уже как бы четко я однозначно вызываю милицию вызываю 02 пишу заяву и все по схеме или на берегу иди с братом вот сюда два квартала у тебя есть два выхода или я щас пишу заяву или вот иди с братом два квартала дьявол его не пускает почему не хочет еще нет у него мотивации сильной он сейчас сказал папа я все привезу я все книги привезу назад на чем он привезет я хочу видеть он когда украл картину мама я привезу картину ты что мама я привезу когда украл бак с медом бакс медом там мы не успели даже я не знаю сколько мы там поели того меда бак и еще и папку не загнал дорого стоит это если ты его на рынке продаешь если пары его продают на я тоже как бы был офигевший но это как бы тихо все делалось и как бы не было не до этого и если не об этом все говорили у меня я чуть-чуть вам пришел у меня все закончилось но закончилось зачем тебе деньги надо жить святым духом то я так же усы там все я ему сказал нет я однозначно сделаю поможете вы мне не поможете я это однозначно это победу сейчас люди пообщают еще и куда это поеду сейчас тебе расскажу как Надо поговорить с ним, по-любому, надо с ним встретиться и пообщаться. Нет, ну так пошли. А где? Откуда я знаю? Я же тебе сказал, что... Продает, продает колесо. Колесо продает. А где можно продать? Нет, ну кто его сейчас будет ловить? Кто? Он в нору, он в нору так. Он все это время дома не ночевал, я не знаю, там, несколько раз. Кто на ракету у вас продает сейчас? Кто на ракету? Да, варщики или цыгане. Да, визу. Визу. Да нет, ну... Он же не мой там тусовался, пришел, забрал, ушел. У нас раньше продавали цыгане, они... Да нет, ну это зачем? Колесо брали, все же примут. Вот такой он идет, он приползает домой в любом состоянии. Или тихо молча ложится. Как? Вечером? Вечером просто надо... Вечером, я не говорю, что сейчас. Вечером просто надо идти, встречаться, общаться, разговаривать. Нет, однозначно вечером, что разговаривать. Или ты его забираешь в себе, или вызывай на литок. Все. Тут уже разговаривать нет. И от второго такого случая, что мне ждать второй случай такой? Вот оно все сложилось, Библию оставил. Я тебе покажу эту Библию. Это Библию оставил. Значит, еще в нем есть... Наверное, еще что-то есть. Есть часть того, чтобы прийти к Свету, и он понял. Он даже знает, через что ему нужно будет... Ну я тебе приду, я тебе покажу, я же не придумал. Куда ему нужно будет и к кому ему нужно обратиться. Смотри. Подожди, я показываю. Покажи. Вот так. И что? И все. А, и просто отдаешь? Да. Нет, мы просто ходим и клеим. И люди обклеите? А, ну да, это классно. Ну конечно, это классно. Человек отрывает из себя. Просто идем вот так вот. Нет, ну ладно. Быстро, быстро. Вот столкнул, взял и пошел. Нет, ну да, нормально. Вчера вот таких вот мы, ну по реабилитации, вот такой вот стоп. Просто поклеили. Ну правильно, классно. Я вчера тоже понадобал. Зачем они лежат? Они не должны лежать, они должны работать. Нет, они должны однозначно... Нет, мы сегодня в машине там впихивали. Ну, вот эти лучи будут. Когда ведешь, бац, ведешь по бабушкам, тканешь. Значит, ну да, это должен именно ты, Серега, сделать. Конечно. Конечно. Никто другой, это ты должен. Конечно, я с ним обязательно пообщаюсь. Я просто ему скажу своим примером. Серега, ну в принципе тогда ты можешь ко мне и не идти, потому что может он и перепугался, и он не придет вообще домой. Вечером пойдем. А? Вечером. Нет, я тебе позвоню, пожалуйста. Если он придет домой, неважно в каком состоянии человеке, я звоню, и ты приходишь. Конечно. И все. Тогда чего? Чего его пасти? Чего его буду пасти? Да иначе просто потом... Просто дальше, если больше, как написано в Библии... Да не, ну и так уже хватит. За чем ты его... Не так уже хватит. Все. В Библии написано. Такая истина. Накажите ребенка в малом, чтобы не наказывать его потом в большем. Лучше его сейчас остановить, чем потом его просто посадить. Это надо будет сделать еще. Нет, его и сейчас могут посадить. Сейчас могут посадить. Если даже и вы его пожалеете... Если вы его пожалеете, то придет в такой момент, что он будет красить не дома, а где-то на стороне. Там где-то у них кто выражен, да? Он сразу закроет на всяком. Он боится на стороне. Он же я тебе говорил, что он сейчас же... Я не знал даже, что его хлопнули под точкой. Хлопнули под точкой. И накрутили там на него все родила на трех листах. Просто забрали руку. Сестра, мы тут пытаемся. Людей пытаем. Такая сестра. Не, Бега, ты где взяла? Деда развели, я что-то говорила. Не развели. Дедушка нас развел. А ты чего вообще развели, деда? Я пошла стащить одну. А у меня следовер, дед. Иди сюда! Выходит на жену. Все. Не поеду я обратил. Он в бедишкам дал горсточку. Меня, по-моему, застал. Спасибо большое. Да, я пошла. Какая-то добрая. Я? Да. Не обманывайте, дети мои. Да, не по-моему, кто-то не показывает. О, фантазия, да? А кто-то придумал. Я не знаю. Вообще круто, смотри. Да. Это жутко. Только с другой стороной. А? С другой стороной, да. Вот так вот, да. Ну, и там. Ну, и там. Ну, и там. Пускай так остается. Ну, да. Продолжение следует... Продолжение следует...